Добрый день, уважаемые зрители! Начинаем наш семинар безиндикаторный анализ основных валютных пар. С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера Альфа-Ри в городе Минске. Напомню, для тех, кто нас может онлайн, вы можете задавать свои вопросы в чате, пишите, спрашивайте, что интересует, вижу все вопросы, отвечаю на них сразу как появляются. Если не получается написать в вопросах, но чата не активно, тогда надо либо авторизоваться в личном кабинете, ввести логин и пароль ваш на сайте, либо же, если немного шипит, то это еще нормально. Либо же зарегистрировать личный кабинет, если у вас еще пока что нет личного кабинета, то есть это первый шаг для работы на финансовых рынках, в частности на рынке Форест. То есть регистрация опять же на сайте буквально 2 минуты, и все, уже у вас будет личный кабинет. Сейчас попробуем еще раз звуком перезагрузить микрофон. Надеюсь, сейчас будет немножко получше со звуком, если совсем уж никак, то пишите, да, будем что-то думать. Напомню, что микрофон у нас появится уже скоро, да, буквально скоро, в конце октября, в начале ноября. У нас будет новый микрофон, шумеется, не будет. Поправил, собственно, провод. Не знаю, насколько это поможет, насколько это лучше. У нас уже традиция стала, что мы настраиваем сначала микрофон. Ну вот, отлично, все, постараюсь замереть и не дергаться, чтобы ничего там не дергать. Там, Сергей, не только вопрос в кабеле, то есть, в принципе, решен вопрос заменить микрофон. Ну и, в принципе, все это уже было. Это все уже согласовано, все уже сделано, осталось дождаться самого микрофона. Вот, все отлично, со звуком замечательно, прекрасно. Продолжаем, собственно, семинар, да. Давайте сейчас посмотрим, что по новостям. Напомню, что в 15.30, скажем, как традиция, стандарт, да, выход новостей по США. Обычно мы всегда дожидаемся выхода. И посмотрим, что у нас здесь будет. И бедработица здесь, и индексы, и плюс еще в 17.00 добавка индекса по США. Поэтому ждем, 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 ждем. Аккуратно, если будем заходить в позиции, то аккуратно. Пока же, пока, собственно, посмотрим, что на рынках происходит. По евро-доллару пока не знаю, то есть, что-то все это дело замерло. Я был настроен, что продолжится, собственно, движение, продолжится движение вверх. Но пока я сомневаюсь, и возможно, что сегодня, кстати, и выйдет хорошая статистика по Америке, по США. То есть, возможно, что попробуют доллар сегодня укрепиться. И исходя из этого мы уже будем делать какие-то мысли, да, касаемо остальных валют. Поэтому по евро пока что никаких ожиданий нет, да. То есть, дожидаемся большей конкретики. Сейчас я даже не могу ни к чему, собственно, прикрепиться, найти какую-то даже отправную точку, не говоря уже просто про открытие позиции, про вход в позицию. Единственное, что может быть, в принципе, да, то есть, чего можно ждать. Так, 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 попробовать зайти, скажем, на ретесте вот этой зоны, вот этого уровня, да. То есть, я тут уже смотрю, так, какие открытые сделки по фунту пока что открыта сделка. По евро-австралийцу стоит, кстати, покупка, да, по 56.20. Я все-таки с евро-австралийца не слезу, пока на нем не заработаю, да. Ну, либо же еще больше не сделаю себе убытков. То есть, пока такие сделки, я их закрою, да. Ну, надеюсь, вы все увидели. В общем, по евро можно ожидать, в принципе, отскорок наверх, движение наверх. Здесь порядка, наверное, ну, 25-30 пунктов, не так уж и много. И, возможно, что продолжим мы снижаться. Возможно, что продолжим мы двигаться обратно, назад, да. То есть, по уровням я обозначил очень относительно, что называется, да. Вот, поэтому будем смотреть, как цена здесь будет работать. Если был больше уверен, то ставил бы там смело лимитки, отложки и, что называется, не дергался бы. Ну, а пока же пока как-то так, да. То есть, пока понаблюдаем, ждем статистики, собственно. По швейцарству аналогично, да. То есть, сегодня с утра я хотела купить его и продать, и много было мыслей. Возможно, что, собственно, двинется все это дело наверх. Наталья несправимый аутимист. Да, совершенно верно. То, что неисправимый, это прямо в точку. Вот, собственно, по швейцарству можно, в принципе, ожидать движения наверх. Во-первых, вот эта зона, да, ее нечетко, нечисто здесь отработали. И отработали, скажем, кое-как, да. То есть, ее особо не замечают. Торгуется и чуть выше ее, чуть ниже. 0.95 уровень. На самом деле уровень достаточно значимый. Если брать 4 часа, то вот это, что было снижение, падение, его, в принципе, уже придерживают и начинают потихонечку разворачиваться. Видим, что даже на дневке тут какой-то уже положительный момент вырисовывается, нарисовывается. Поэтому по швейцарству, в принципе, можно попробовать зайти в покупки, прикупиться, почему бы нет. То есть, можно было бы даже и небольшой, какой-то небольшим объемом зайти. Потом, если что, добавится. Но я предпочитаю потом зайти, когда уже будет более четкий сигнал. Сейчас пока больше неопределенность. То есть, торгуется на уровне, по сути, на верхней границе. И никуда от него ни вверх, ни вниз цена не уходит. То есть, и вниз не отскакивает. И чтобы вверх там сильно шла, тоже сказать пока сложно. Поэтому, собственно, ждем статистики. На статистике, возможно, и подпрыгнут. Причем, ну, невозможно, а точно подпрыгнут. Причем, что, скажем, единственное, главное, чтобы нам в нашу сторону все это дело подпрыгнуло. Касаемо фунта. Я сейчас зашел в продажу. В принципе, зашел немного, скажем так, с обережением. Был, собственно, небольшое накопление, какое-то скопление. Решил я зайти по факту, собственно, ухода с него. Пока что, я думаю, поддержу эту сделку. В принципе, конечно, стоп тут будет ощутимый. Для меня, учитывая, пока что не могу никак разогнаться. 53. Ну, это сколько у нас? 27 пунктов примерно. Ну, у нас все стопы в районе 30 пунктов получаются. В целом, неплохо. Но единственное, что как-то нет нормальных движений, на которых можно было зайти. Точнее, они есть. Но вот по евро, например, я вчера упустил движение. В каком плане? То есть я зашел практически в самом начале на ретесте. А сегодня с утра я только закрыл, когда уже цена уехала вниз. По сути, все движение я пропустил. Хотя высиживал, пытался взять побольше. Поэтому по фунту пока что поддержим сделку. Вроде какая-то прибыль капает. Что можно ожидать, какие мысли. Я планирую, что, по крайней мере, есть у меня предпосылки того, что по США выйдет хорошая статистика и, собственно, доллар, по идее, укрепится. По крайней мере, в ближайшей перспективе я уже тут и цели какие-то расставил. То есть понятно, что это еще 10 тысяч раз поменяется. А с подходом по поводу целей вообще, в принципе, будем по ходу их размечать. Ну, пока закинул, на всякий случай, если будет уж мощное движение, то хотя бы зафиксируемся, почему нет. То есть по фунту пока что такие мысли, я думаю, что продолжим снижаться. А Наталья предлагает франк не торговать евро-астралицей. Насчет франка согласен, насчет евро-астралицей не согласен. Но еще до евро-астралиц, до самой отложки далеко, поэтому переживать-то нечего. 56.20, 56.01, так что переживать пока еще не стоит. Вот по фунту такие мысли, я думаю, что попробуем и снизиться. Сейчас уже открыт позиции, обещала как-то давно прятвенно не торговать на новостях. Но уж очень был хороший вход, хорошая точка была для входа, приложение, скажем, усилий. Поэтому, собственно, сейчас и зашел. Надеюсь, что не вытряхнут и, возможно, что получится неплохо заработать. То есть пока что по фунту такие мысли. Идем дальше. Доллар и иена. Что по доллару иене? Снижалось очень-очень активно. На 118, кстати, начинало разворачиваться. Возможно, что сейчас попробуют, собственно, и развернуться за счет новостей из Штатов. Но я не думаю, что тут что-то будет, какой-то серьезный разворот. Пока что даже под нефть смотрим. Ситуация сложновато прогнозировать. Вроде бы как и вниз не идет. Но еще каких-то признаков того, что начинает цена разворачиваться, пока я не вижу. То есть очень уж круто падали и надо приложить не меньше усилий, ежели даже еще больше, чтобы попробовать развернуть рынок, развернуть цену в обратную сторону. То есть, возможно, здесь какая-то цена подпрыгнет. Но пока не будет отторговки, пока не будет боковика говорить о каком-то развороте. Рано еще. Еще слишком рано. Поэтому по иене пока что без внимания, учитывая, как она погано торгуется в плане, что встала в этот боковик. Кто-то нарисует, конечно, треугольники. Но я опять же в это не верю. И выскочила цена обратно вниз. Что ж, подождем лучшего момента и попробуем. Наталья предлагает фунт переводить в безубыток. Ну, я не был бы таким неисправимым, если бы я слушал всех. И вся. Еще рано для безубытков всего лишь 15 пунктов. Очень мало. Собственно, по канадцу. Что по канадцу? По канадцу, я думаю, насчет статистики и США будем отрастать. И попробуем мы расти вполне и вполне активно. То есть, что можем сейчас сказать по той же дневке? Вроде бы как. Вроде бы как. Начали потихонечку разворачиваться. То есть, еще какой-то здесь нет такого же точного сигнала на разворот. Но пока же, пока есть какие-то мысли. То есть, мысли это еще не повод для открытия сделок, но уже что-то. То есть, уже можно более тщательно, более детально изучать меньше таймфрейма. И на них попробовать еще только поймать в момент, когда цена начнет разворачивать. Потихоньку уже она выбирается. Мне больше интересует, если брать того же канадца, вот эта зона минимума, которая была. И как ее цена пройдет. То есть, если заберется за эту зону, в принципе, можно будет уже подумать о покупках. Видим, что с первого раза не получилось. Рассматриваем мы часовик. Практически как раз до этой зоны дошли. И бам, и все, не получилось. Откачили. И второй раз уже с большим усердием пытается цена пройти эту зону. Пытается двинуться выше. И пока же, пока тоже не получается. Мы подождем. В принципе, как все это дело завершится. Как завершится эта борьба здесь на уровне. А если цена выходит выше за этот уровень, тогда можно рассматривать покупки, о продажах. Тогда уже речи не идет, что называется. Тогда можно будет прикупиться. Ежели нет, то нет. Если цена начнет разворачиваться и начнет двигаться вниз, то вниз. Опять же, будем смотреть сейчас важным драйвером на рынке будет именно доллар США. Сейчас все движения будут за счет доллара. И даже то, что сейчас что-то колеблется, тоже за счет доллара. Понимаем мы, как торгуются пары валютные. То есть движение в паре может быть либо за счет одной валюты, либо за счет другой. Третьего не дано. То есть если у нас валюты основные, это с долларом США, то либо за счет доллара, либо за счет какой-то внутренней идеи. Но пока что мы видим, что именно за счет доллара все это дело и движется. Наталья нам предлагает лучше плюс 15, чем минус 26. Ну, как сказать. Я согласен. То есть топы стоят, в принципе, чего тут переживать. Ну, и не в этой сделке, так и в другой сделке возьмем полный ход и перекроем все наши маленькие неудачи, которые тут нас постигали. То есть не будем огорчаться по мелочам. Вот, собственно, по австралийцу пока такая же идея. Хотя он достаточно, конечно, активный австралиец. Возможно, что попробует, по крайней мере на новостях, точно попробует откорректироваться. Хотя я размышлял еще вчера даже по тем же дневным графикам. Вот это коррекция. То, что вниз было, она была коррекция под вверх, либо же это будет и продолжение снижения. Я сегодня, я прихожу к выводу, настаиваю, скажем, о том, что, скорее всего, пойдет именно движение вниз пока что. То есть продолжим мы движение вниз. То есть максимум сегодня не обновили пока. Я думаю, что, скорее всего, это было так, репетиция для движения вниз. То есть, может, ложный задерг, не знаю. Очень уж так круто все это дело поднялось. Тут можно такие каналы строить, что покруче, чем в Венеции. Ну, это я шучу, конечно. Но в целом, в целом, пока что тоже рассматриваем по австралийцу вниз. Напомню, что сейчас будет движение за счет доллара, поэтому не надо распыляться по парам. То есть, например, открыть продажи по евро, по фунту, по австралийцу, по новозеландцу. То есть какой смысл? Лучше открыть сделку по одной паре, будет намного меньше проблем, намного больше внимания будет к этой сделке. И сможем мы более-менее все это дело как-то сопровождать. Потому что если движение за счет доллара будет, то оно будет практически в любой паре. Где-то больше, где-то меньше, но распыляться так все-таки не стоит. По новозеландцу логичная ситуация, если брать поменьше таймфрейм. Я, по-моему, пяти минутки смотрел. Сейчас до золота дойдем. Кто там уже хочет золота. Тоже, если обратить внимание... Так, нет, не фибоначи. Вот, собственно, зона наша. И вот по этой зоне мы будем дальше смотреть, как нам быть. Пока что цена от нее отскакивает. Но есть предположение, что, скорее всего, возможно, даже сейчас пора бы новозеландца продать. Но мы это делать не будем. Стоим мы по фунту. И нет смысла сейчас заходить еще в новозеландец. Но, возможно, что сейчас как раз-таки и предлагают продать его. Но пока лучше не торопиться, все-таки дождаться новостей, зайти на ближайшем откате, либо же на ретесте прямо самого уровня. То есть это, по-моему, будет получше, нежели сейчас что-то торопиться. Ну, вот мы подходим к золоту. Вижу там и Андрей, и Ксения уже, собственно, по золоту интересуются. Да, золотом. Ну, пока что что можно сказать по золоту? По золоту пока кто торгует, скажем, фигуры на рынке, что увидите. То есть видим быка, рожки, рожки и рожица. То есть быки рисуются. Но, собственно, все это поскольку постой. Новозеландец подымается начал. Что ж, пусть пока подымается. Но я бы не сказал, что он тут сильно уже поднимается. Тимур, по-моему, ложная паника. То есть он еще стоит на уровне, скажем так. Ну, то, что чуть-чуть подымается, бог с ним. Золото что-то поперло вверх. Странно очень, потому что по золоту у меня был совершенно другой расклад. То есть другие мысли. Чего так стрельнули, не знаю. Может, выбивают тех, кто стоит в продажах. Почему нет? Почему нет? Может быть, все что угодно. То есть минутки глянуть. Возможно, уже... Ну, да, на минутках тут просто космический полет. Да, дернули очень неплохо вверх. 11, 90, 80. Практически на 10 долларов пролетели. На счет знают, не знают, я не могу сказать точно. Да, вообще есть предположение, что... Понятно, что кто-то знает то, чего мы не знаем. Это 100% есть момент. Поэтому, собственно, это все мы, скажем так, берем в расчет. Это все мы понимаем. Да, но может быть и другой момент. Могут быть такие движения просто выбивать тех, кто стоит, скажем, в продаже. Потому что куда бы вы, например, поставили свой стол? Да, конечно же, за прошлый максимум. Прошлый максимум немножко обновили, но цена-то идет пока ниже. Может, получится такая вот, собственно, шпилька. То есть не исключенный такой момент. Но золото сложный инструмент, сложно его прогнозировать. То есть заходить, конечно, лучше всего, когда уже верняк из верняка верняком нарисованный. Тогда, конечно, по золоту можно делать сделки, потому что заходить на ось не прощает ошибки. И очень, собственно, все это дело потом наказуемо по золоту. Я имею в виду со стороны рынка. Поэтому как-то так пока что смотрим. Не исключаю, что это просто будет такой вот столб. Глянем, кстати, серебро. А что по серебру? Обычно же за своим другом, товарищем ходит. Но по серебру я бы не сказал, что здесь что-то такое важное. То есть серебро, обратите внимание, пока что в проторгованной области никуда выходить из этой области не собирается. Даже наоборот, потихоньку-потихоньку снижается. Так что не исключено. Собственно, будет наш уровень. Если цена пробьет этот уровень, попробуем, кстати, по серебру. Возможно, неплохая сделка получится. В целом 16-16-15. Есть потенциал. Если цена действительно уйдет вниз. Я могу ошибаться, не исключаю. Поэтому, собственно, тоже надо быть осторожными. Поэтому мы и не открываем сделку прямо сейчас. Это, наверное, комментарии с прошлого семинара. Пошли насчет контакта и остального. Ладно. Я не исключаю, что я могу ошибаться. Поэтому мы не заходим прямо сейчас в сделки. Будем заходить либо на ретесте данного уровня. Если цена уйдет ниже. Либо будем искать покупки. Что ж такое тоже может быть. В случае, если цена действительно двинется наверх, двинется повыше. Собственно, смотрим пока, что получится. Верхнюю границу уровня нашего диапазона еще не преодолели. Самому интересно стало посмотреть за золотом. Что тут и так. Обновляет пока максимум. Что ж, посмотрим, насколько это действительно серьезное движение. Либо же это просто, скажем, репетиция. Так. И был у меня евроавстралиец. Я от него пока отойти не могу. Пам-пам-пам-пам-пам. Пробовал. Надо было ниже заходить, в принципе, конечно, где был стоп. Но я уже прозевал этот момент. Хотя он смотрелся. Сейчас пока выше 1.56. Думаю, если мы дернем повыше, то, соответственно, по евроавстралийцу и будет такой момент. Здесь вчера, кстати, наблюдал, пока сидел в сделке, пока терпел убытки по евроавстралийцам. Наблюдал для себя моменты. Отметил, что эта пара сильнее движется именно за счет австралийца, нежели за счет движения евро. То есть, например, растут евро и растет австралийец, а пара евроавстралийц движется вниз. То есть движение самого австралийца на него влияет больше, нежели чем движение евро. Евро, конечно, тоже влияет. Но если движется австралийц, то движение на евро австралийца намного серьезнее, нежели чем движение евро и движение на этой паре. То есть как-то вот так для тебя вчера отметил. По крайней мере, мне так показалось. Не исключаю, что это действительно просто показалось. Но пока же так. Что ж, смотрим мы евро вниз, Галина предлагает. Да, я тоже согласен с вами, Галина. Единственный момент, откуда вниз. То есть, может, еще немножко вверх и потом вниз, либо же сразу вниз. Поэтому пока что без, скажем, без внимания. Вот, оставляем этот момент. Уже пошли какие-то на торговки. Натоптала немножко евро, то есть наторговала. Вот, ждем-ждем выхода статистики. И уже будет как-то так. С другого семинара, Карен, я так понимаю, что да. Потому что комментарии были малость не в тему. Вот, глянем сейчас, что тут по новостям. Сколько осталось? Наверное, минут 7 осталось буквально. Да, 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 да. То есть 23-7 минут примерно осталось. Сейчас посмотрим, что по инфляции и как у них вообще дела обстоят в Америке. Не знаю, кто в курсе, не в курсе, что у них там происходит вообще. То есть слишком они далеко от нас, поэтому как-то так. Вот, ждем выхода статистики. Глянем сейчас фунта, что он себе думает. Какие у него тут идеи на 4-х часах вроде как-то бы. И да, поменьше таймфрейм взять, пока ниже тоже не ушел. В принципе, я зашел так на границы практически верхней. Да, то есть была зона, но ниже, ниже, пока не пускают. Возможно, еще рано, да, возможно, и не пойдет. Такое тоже я не исключаю, может быть. Так что поэтому насчет этой сделки, да, это опять же, что называется, на свой страх и риск. То есть я зашел, сейчас посмотрю, что получится. Если получится, что это замечательно. Но если нет, расстраиваться не будем. Как-то так остается. Если у кого-то еще вопросы встречаются, напомню, можете писать чат. Напомню также, что 23 октября немножко рекламу доставим. У нас будет клубный день. Называется он «Ошибки в трейдинге от первого лица», где поговорим о наиболее частых ошибках, которые встречаются в торговле. Почему мы их допускаем, почему мы их не замечаем, а замечаем только потом. Как все это дело диагностировать на раннем этапе, как избежать, как учиться на чужих ошибках, как учиться на чужом опыте. То есть это тоже расскажу. Все это обсудим. Расскажу, собственно, как это можно на практике применять. Не пропустите. В 18.00 довольно-таки интересно. Я уже, в принципе, продумал программу, что я буду рассказывать. Так что будет много чего интересного. Ну, плюс, как всегда, вы можете задать свои вопросы. Что вас интересует, я постараюсь на это ответить. И также 19.00 октября у нас стартует курс торговли по уровням поддержки и сопротивления. Для всех желающих еще есть места. Собственно, рассказываю, показываю свои идеи вообще торговли, как я торгую. В принципе, все, что использую на текущих семинарах, я освещаю на этих курсах. Вот, три дня у нас будет, три занятия по, в принципе, по одному часу. На занятиях уже, в принципе, немножко обкатал, да, все это дело. И стараюсь давать максимально практичные приемы, какие-то и методы, да. Ну, конечно же, всему нужна будет практика, да, то есть, но со временем. Главное, что, по крайней мере, на мой взгляд, меняется просто взгляд на рынок и какое-то более-менее понимание, что происходит на рынке и почему так происходит, да. То есть, что-то полезно точно получите. Вот, это что касаемо курса. Напомню, можно все детали посмотреть у нас на сайте либо alpari.buy, alpari.buy, да, внизу у нас на сайте Минского филиала. Внизу все наши курсы, там будет этот курс. То есть, на него переходите, и там описание, как зарегистрироваться, как попасть на курс. Вот, собственно, прорекламировал, что хотел, да, пользуясь моментом. Ну, вот, в принципе, кто проходил отзывы. Понятно, что еще не все ясно, да, то есть, рынки меняются, но хотя бы какие-то реально базовые вещи, которые действительно положены в основу движений, а я, собственно, рассказываю, да. То есть, как бы, ну, и основное правило учиться, учиться, еще раз учиться. То есть, никто вам не говорит, что просто посмотрев этот курс, у вас будет 100% прибыльных сделок. Нет, конечно же, да, но вы хотя бы будете осознанно сделки совершать. То есть, вы можете хотя бы себе рассказать, почему вы тут заходите, а почему здесь не заходите. То есть, это тоже очень положительный эффект дает. Дмитрий еще раз хочет прослушать. Цена та же, да, пока что цена та же, просто почему? Потому что это зависит не от меня, да, то есть, я могу только на содержание влиять, но никак не на организацию и ценообразование, да. То есть, такой вот момент, но в целом можно, в принципе, подумать, да, то есть, варианты, как это можно сделать. То есть, если еще раз посмотреть, еще раз поучаствовать на курсе. Вот, остается тут буквально полторы минуты и посмотрим мы, что у нас будет по статистике из США. Статистику я буду смотреть на фунт-доллар, потому что у меня по нему сделка открыта. В принципе, можно смотреть. Так, Канадец продолжил снижение. У меня пока что не хочет разворачиваться, оно-то и понятно. Ну да, то есть, видите, от этого уровня пока что он отскочил, да, то есть, вверх его не осилил, его поход вверх. Как-то все это дело вместе с остальными валютами немножко наводит шороха, но посмотрим, что получится по факту, да. Вообще, правильно ли мы стали, либо неправильно. Вот это меня больше тревожит. 30 секунд остается. Смотрим сейчас, что получится, да. Пока что, пока что против нас все это дело разворачивается. Пошла волатильность на рынке, ликвидность, да. То есть, как его бросает, да. Хотя еще времени-то совсем немного, еще 10 секунд примерно, да. Поэтому ждем, 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 ждем. И дальше уже будем видеть, то есть, по инфляции, что тут получилось, а что не получилось. Вот, пока же, пока, так, по зеленому. Ну, в принципе, как мы и планировали, то есть, по фунту мы стали в правильном направлении, да. Стоим, что ж, ну, держим сделку, держим сделку, да. Пам-пам-пам. Вот, собственно, сейчас глянем, насколько там все это дело зеленеет. Вот, единственное, что этот Empire State Manufacturing минус 11, безработица 255, кстати, безработица больше всего и влияет, да. Что ж, по фунту держим пока что сделку, зашли вполне неплохо. Интересно, как же отреагировал канадец? Ох, предатель какой, да. То есть, сначала вниз, теперь пошел вверх. Ну, это опять же к чему? Ну, по канадцу, в принципе, можно, кто без делок стоит, без дела стоит в стороне, по канадцу можно, в принципе, прикупаться, я думаю. Можно, можно еще есть. Есть возможности, есть момент, да. Глянем сейчас что-то с евро. Ох, как евро. Надо было по евро заходить, да, не по фунту, хотя тоже неплохо. Галина, это понятно, что на новостях торговать опасно, но когда есть… А, у меня еще евроавстралиец открылся в покупке, да. Прикольно, прикольно. Ладно. На новостях торговать опасно, это понятно. Я предупреждаю всегда, что это неблагодарное занятие. Будьте осторожны всегда, да. Но в то же время, если просматривается основная картина, да, то есть основное движение, то можно иногда, иногда новости, статистику обернуть в свою пользу. О чем я говорю? О том, что зачастую, очень часто мы можем, не то что предугадать, но заглянуть чуть-чуть за рынок и посмотреть, какая будет статистика, зеленая или красная. То есть, как видите, я, собственно, и предполагал, что будет статистика зеленая. Вот, Наталья, вечером посмотрим, где надо было заходить. Сершая, наверное, подведем итоги, где сейчас перезайти. И я не знаю, получится ли перезайти сейчас по фунту, пам-пам-пам-пам-пам, не знаю даже, что тут и как посоветовать, да. То есть, пока-пока-пока не могу сказать точно, не смотрится, не смотрится, что и как. Ну, то, что фунт упал, естественно, упадет. Я же говорю, что все движения сейчас идут именно за счет доллара, за счет доллара США. Вот, такие, собственно, обзоры, такие взгляды на сегодня. Получится ли додержать до приличной более-менее прибыли позицию, посмотрим чуть-чуть позже. То есть, главное, что мы выбрали правильный ориентир и главное, что мы ставили в правильную сторону. А это уже не может не радовать. На этом у меня все. Встречаемся завтра с вами в 11.00 и постараемся не профукать прибыль по очередной сделке, как это было вчера по евро-доллару. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...